Доброго времени суток всем студентам и преподавателям! В эфире новости СФУ. С вами Анастасия Веревкина. И сейчас я и команда ТВСФУ расскажем о самых интересных и значимых событиях, которые случились за последнюю неделю в Сибирском Федеральном. Начнем, конечно, с постоянной рубрики «Шортики». Турнир СФУ по киберспорту, где в Сибирском Федеральном готовят балерин и победа нашей студентки на чемпионате мира по скалолазанию. Подробности у Натальи Архиповой. В СФУ прошел Международный научный форум языков и культур. Институт филологии и языковой коммуникации собрал ведущих лингвистов российских, германских и испанских университетов. За три дня участники и гости форума провели несколько пленарных и секционных заседаний, мастер-классов, а также серию крупных столов, посвященных научным тенденциям развития русистики и испанистики. Открытая лекция заслуженного учителя России Евгения Ямбурга прошла в Институте педагогики, психологии и социологии. Доктор педагогических наук поделился со студентами, магистрантами и преподавателями СФУ своими размышлениями по поводу нового профессионального стандарта педагога. По его мнению, учитель должен обращать пристальное внимание к потребностям и способностям ребенка. На первенстве мира по скалолазанию в Париже победу в дисциплине скорости одержала магистрант Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета Анна Цыганова. Ей далось показать лучшее время на рекордной 15-метровой трассе. В Сибирском федеральном университете открылась студия балета «Сфуэте». Попробовать свои силы в классических танцах могут все желающие, как девушки, так и юноши. Подробности набора в студию ищите на официальном сайте университета. Сообщество киберспортсменов СФУ возобновляет свою работу. Уже открыта регистрация на турнир по нескольким играм. Все, что вам нужно, это зайти в группу ВКонтакте «Киберспорт СФУ» и пройти по ссылке на регистрацию, которая продлится до 1 октября. Участие в турнире бесплатное, а за победу полагаются специальные призы. 21 сентября отряд студентов из военно-инженерного института СФУ отправился на место крушения самолета-бомбардировщика времен Великой Отечественной войны. Что они искали и что нашли, смотрите в специальном репортаже Елизаветы Зюза. В начале сентября участники экспедиции «Аляска-Сибирь» обнаружили обломки самолета «Бостон». Бомбардировщик разбился в районе станции «Снежница» во время учений более 70 лет назад. После войны многие знали, как дойти до места крушения, но таких людей становилось все меньше. А все молодые, кто были, грубо говоря, нашего возраста, ну старше чуть-чуть, они все помнят, да, тропа на самолет. Мы давай всех собирать, всем объяснять, показывайте где. Все знают, что тропа на самолет, а никто не знает, где она. Долгое время участники экспедиции вместе с волонтерами прочесывали лес и изучали архивы. Спустя почти три года место крушения было найдено, но здесь ждал еще один сюрприз. Местные знали про эту тропу. Один из них поселился в этом шалаше, и несколько тонн остатков самолета он сдал в металлолом. Все, что осталось от самолета, перевезут в музей на острове Молоково. Планируют также продолжить поиски останков экипажа и захоронить с соблюдением всех воинских ритуалов. Если найдем, то прах будет перенесен на Троицкое кладбище, на тот мемориал, который всем известен уже в городе. Он находится за зданием музея Мемориал Победы, это мемориал памяти погибших летчиков-перегонщиков. Поиск разбившегося бомбардировщика – это только часть проекта. В планах составить большую карту авиакрушений на территории края. Благодаря использованию новых технологий она будет точной и доступной любому желающему. Елизавета Зюзя, Яна Скубко, Новости ТВСФУ. С нашим профсоюзом кашу не только сваришь, но и поешь. 9 сентября стартовала акция «Профсоюзная каша». Теперь каждый член Трофкома совершенно бесплатно сможет получить свою порцию полезного лакомства на завтрак. Подробности смотрите в рубрике «Стаб-репортер» с Иваном Шалыгиным. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы опробуем на себе новую акцию от СФУ под названием «Профсоюзная каша». Акция стартовала 9 сентября 2016 года. И отныне каждый студент, который состоит в профкоме, может полакомиться бесплатной кашей с 8.30 до 10 утра. Акция действует уже на трех площадках СФУ – на Вузовском, Свободном и Борисово. С одной стороны, завидно таким студентам, с другой стороны, жаль их. Ведь им теперь придется выбирать одно из двух из самых любимых занятий – поспать подольше с утра или же полакомиться бесплатной едой. Это обязательно каша, потому что от того, как ты начнешь день, так он и продолжится. Ну и, соответственно, мы хотим сломать еще один стереотип о том, что если ты не завтракаешь, значит ты стройнее, значит ты лучше выглядишь и так далее. На самом деле это совершенно не так, потому что от того, как ты именно завтракаешь, ну закладываются определенные предпосылки на убийство день. Здравствуйте, можно, пожалуйста, кашу? Пожалуйста, давайте талончик. Вот так вылезли деньги глазами членов правкома. Ну, зэсфу. А, горячая. Ладно, пока каша остывает, давайте спросим у студентов, что они думают по поводу новой акции. Я считаю, что эта акция хорошая, потому что, мне кажется, члены профсоюза заслужили какие-либо бонусы. Каша, наверное, хороший бонус. Каша остыла, давайте пробовать. Ммм, вкусно. Но знаете, что, как бы повара не старались, все равно чувствуется этот профсоюзный привкус. Профсоюзную организацию может вступить абсолютно каждый студент. Для этого всего лишь надо написать заявление. Его можно получить в кабинете правкома или же просто распечатать его с сайта СФУ. Профсоюзный взнос составляет 3% от стипендий, однако те эмоции, которые вы получите, будучи членом правкома, стоят гораздо больше. Иван Шалгинов, Анатолий Рябинко, Новости ТВ СФУ. На сегодня это все. Но если вы хотите высказаться или узнать больше о том, что происходит в нашем ВУЗе, заходите в нашу группу ВКонтакте. Ссылочку найдете вот тут на экране. На этом я с вами прощаюсь. Следите за нашими выпусками каждую пятницу.